Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос о том, значит, следующий вопрос звучит так. Как реагировать на шутки про внешний эстрасизм и национализм? Значит, мужчина, 28 лет, высшее образование, работаю в научной сфере. Из коллег почти все мужчины, все почти с верхней темы. Вот только если проблема, коллега преимущественно русские. Я родим из восточной части, имею смуглую кожу, карые глаза, темные волосы и бороз. Приходится выслушивать сейчас в адресе шутки, аля, а ты черный, с тобой не поздоровались, потому что ты черный, ты относишься к меньшинствам, тело, кожа, это главное. Вначале я старался относиться к этому с юмором, пытался ответить шутки на шутки. Однако, так как больше, а я один, они начали поддерживать шутки друг другу в мой адрес. Впоследствии появилось предвзятое отношение ко мне. Например, если кто-то высказит свое мнение, его не перебивают. Если это сделаю я, то могут перебить и отпустить колкость. Цепляется за каждое мое слово, мол, если я по национальности, к примеру, Удмурт, то у меня могут быть ошибки при смешении, и не бывает умных мыслей, хотя в большинстве случаев мои предложения мысли аргументированы и сформулированы лучше. После этого пик этого события произошел недавно. Один из них, председатель, снова начал шутить на тему черных, остальные над этим смеяться. Я все-таки сказал, мол, сказал человек с лишним весом и уясненный на голове, против них ничего не имею. В моем ответе никто не смеялся, зато к этому присоединились остальные. Закончилось тем, что я очень разозлился, пытался это скрыть, а сказал, что уже нифига не смешно. Они сказали, что зато и смешно, и что мне нет чувства юмора. На самом деле, такие шутки были и в детстве на улице, когда я иду в сне. Некоторые жены, некоторые кофе на меня пялутся, так как моя жена имеет русские черты лица. Но, не представляю, слышала даже от бабочек про «понаехали». Честно, это, ребята, отношение меня достало. Как с этим бороться, как вести себя с коллегами, так как работу я терять не хочу. Да даже если это не, то, уверен, ситуация не изменится. Но, знаете, вот как бы при том, что вроде бы мы здесь должны говорить про толерантность, да, мы здесь должны говорить про терпимость, вот, но при этом, на мой взгляд, по крайней мере, вы достаточно категорично в своих высказываниях, мне кажется. И, как мне кажется, есть у вас проблема в том, что вы не умеете смеяться над собой. То есть, вы смеетесь над другими в ответ, а вот смеяться над собой у вас не получается. Вы говорите, что отвечали щуткой на щутку, вот. Если это была щутка, как нападка на другого человека в ответ, то вы вряд ли таким образом себе помогаете. Вот. Поэтому здесь необходимо учиться самоиронии. Но сложность заключается в том, что первое, вы стыдитесь себя. то есть, вы именно испытываете стыд. Со стыдом нужно работать. То есть, стыд – это упускание из внимания своей ценности. И второй момент – это интерес. Ну, связанный с работой. То есть, вот то дело, которым вы занимаетесь, если оно, это дело, то есть, что это может быть и еще раз, то, что если оно, то, что если оно, то можно поставить стыд, то, что если оно, то эффект, то, что, то, у нас этоboth, Так ли важно, кто что вам говорит, да, это мой взгляд, принципиальный момент. Ну один из принципиальных моментов, на которые вам нужно обратить внимание. Понимаете, да? Вот то, что мне бы хотелось вам сейчас сказать. И с этим нужно работать, с уверенностью в себе, с ощущением ценности себя, со стыдом, и с тем, чтобы вы обращали внимание больше не на какую-то борьбу, тем, кто как-то к вам относится. А с тем, чтобы вы больше обращали внимание на то, чем вы занято. На то, куда вы движетесь по жизни, чтобы вы задашивались на своих чувствах, своих ощущениях, желаниях. И не боялись, если уж, ну то пошли. Откровенно говорить сразу о том, что вам не нравится. То есть, вы слетитесь, но пытаетесь скрыть мою злость. Почему? Вы можете сказать, но если я покажу, что меня это вызывает, то они будут еще больше такси провести со мной. Может быть, может быть, они не будут такси провести со мной дальше. Но вы начнете, по крайней мере, проживать. Вы начнете, по крайней мере, не консервировать их у себя внутрь. И если, кроме того, допустим, вы будете сразу говорить о том, что вас, ну, беспокоит о том, что... вас тревожит, не сдерживает, то ситуация будет лучше. Потому что мне кажется, что несколько неуважительно вы относитесь сами к себе. А раз так, кто неуважительно будет относиться, к сожалению, и к вам. Вот. Ну, здесь все взаимосвязано. Коммуникация – это эффективно. Вот. Но сначала, конечно, требуется проработка тех моментов, о которых я говорил. Все. Вот. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен. за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.